Так, итак, всем привет! Продолжаем нашу знаменитую рубу КБУ Теперь я стою к вам в лицо Но на самом деле, тестировать новые автомобили я буду в старом режиме И в принципе, показывать здесь тоже у меня камера будет в руках Но я думаю, бессмысленно иногда рассказывать об автомобиле И тыкать камерой в него бессмысленно Поэтому я решил, в принципе, рассказать Итак, мне очень часто задают вопросы То есть, такого рода Ну, человек после таза пересаживается на седан, на иномарку Естественно, у него есть 500 тысяч рублей-515 И, естественно, хочется что-то классом выше То есть, не Солярис, не Полу, а немножко БУ Так вот, мы можем рассмотреть в этот раз автомобили С-класса То есть, 2008 года То есть, у них пробег в среднем уже за 100 тысяч километров И, как вариант, вообще все эти машины делятся С-класса на две группы Первая, это проблемная и очень проблемная И, значит, к первым группам относятся автомобили с хорошими двигателями То есть, в принципе, у них нет проблем по двигателю У них нет проблем по автомату Эти двигатели хорошо переваривают наше топливо И, значит, это Civic, один из них И они делятся на две группы То есть, это жесткие пузатерки и обычные мыльницы То есть, Civic, это жесткая пузатерка Но это одна из самых надежных автомобилей в классе Один из самых надежных автомобилей в классе И яркий пример стандартной мыльницы Это, естественно, Toyota Corolla, например То есть, там у них уже балка У них более дешевый пластик Они менее резко и азартно управляются Но, в принципе, более практичны За счет клиренса там и, в общем, всего остального Первая группа, значит, автомобили Это самые лучшие автомобили в классе У них самая максимальная цена То есть, меньше они теряют на рынке И, естественно, легче их продать И у них в основном существуют проблемы с подвеской С резинками, с рычагами То есть, у любой машины, в принципе, на нашей российской рынке это есть У второй группы автомобилей У них, значит, тоже на две группы Это совсем конченые ведра И проблемные автомобили с точки зрения двигателя Естественно, их двигатели не переваривают наше топливо нормально Это чекисты Таким образом, значит, у них есть проблемные места Это TSI, это Ecotec Да, то есть, и, в принципе, там еще есть GDI Тоже проблемные автомобили достаточно Но достаточно качественные То есть, но они стоят чуть дешевле остальных Вот, следующие это вообще конченые ведра Автомобили, которые просто могут не завестись в один прекрасный момент Ну, такого хлама у нас много попривозили из Белоруссии Автомобили не рассчитаны на наш рынок Это и на наше топливо Особенно это касается дизельных автомобилей Так вот, значит, сегодня я расскажу про самый оптимальный вариант Это Honda Civic Восьмого года цена на такой автомобиль Примерно эвалируется там от 450 до 590-6100 Все зависит от комплектации Один единственный двигатель у нас представлен для этого автомобиля на рынке в основном Это VTEC 1.8 140 лошадиных сил В принципе, ну, машина, если так на нее посмотреть Выглядит очень шикарно, динамично Даже если сравнить, например, с другим, с новым поколением Силуэт остался тот же Внешне автомобиль действительно очень современно выглядит Он актуален на данный момент Несмотря на то, что автомобиль шел, в принципе, у нас с шестого года То есть, с шестого и седьмого года это японская сборка Уже с восьмого пошла турецкая сборка Ну, визуально прекрасно видно, что это достаточно низкий автомобиль У него такой массивный передний свес И, в принципе, видно, что низкая посадка То есть, это из минусов Такие характерные у нас зеркала С повторителями поворотников уже То есть, у нас на стойках выносных А так смотрится машина очень актуально Особенно в черном свете Этот у нас автомобиль конкретно 1.8 на автомате Вот, хэтчбэки были, но мне внешне они вообще не нравятся Абсолютно какие-то они такие Очень странный у них дизайн Так, по, в принципе, по кузовщине Отметить можно слабое лакокрасочное покрытие Вот в этой зоне, в принципе 100 тысяч у нас уже есть в сколок капот Если, естественно, 70-80 тысяч То автомобиль уже, естественно, капот крашен Вот здесь даже есть мягкий сколок Подкрашенный немного, видите То есть, здесь, в принципе, его целиком еще не красит Ну, ксенон это уже сам владелец вставил Вот, но самое главное, естественно, это у нас под капотом Под капот Погода часто меняется, то жарко, то холодно Так что давайте начнем Итак, значит, про двигатель Двигатель у нас 1.8 Это очень хорошая часть в этом автомобиле 1.8 Штек Штек это у нас система изменения фаз газораспределения То есть, электроника регулирует высоту и время подъема клапана В зависимости от оборотов Кроме того, у нас установлен впускной ресивер переменной длины То есть, на низких оборотах у нас воздух идет по длинным патрубкам На высоких по коротким Потому что, как бы, колебания на низких оборотах более длинные Вот, и они по длинным А на высоких колебания короткие И поэтому трубки идут по короткому пути Значит, далее Плюс здесь у нас на низких оборотах Впускной клапан Один из впускных клапанов остается открытым в момент такта сжатия То есть, и потери на сжатии, естественно, мы тоже избегаем В общем, мотор, по сути, очень высокотехнологичный Но достаточно простой и надежный То есть, цепной, естественно, привод Каждые 8 тысяч желательно менять масло И желательно лить оригинальное хондовское масло 0W20 Вот, и, естественно, ну я бы, фильтры, само собой, я бы еще менял свечи Так, далее, значит, еще есть проблемы У нас рейка обычно по гарантии до 100 тысяч В принципе, с Civic'ом в основном, ну многим Не в основном, многим меняют реально рейки Вот, если этого не произошло То есть, надо, во-первых, внимательно посмотреть Посмотреть рейку, когда вы будете покупать автомобиль Не кидает ли, нет ли люфта руля Ну, в худшем случае, оригинальная рейка стоит около 40 тысяч рублей Не оригинал, там, Китай, там, и, там, такие примерные страны От 11 до 15 тысяч рублей, плюс работа по установке Потом еще проблема верхняя, левая опора, в принципе, тоже может глючить Опорники, но опорники лучше менять вместе со стойками Стойки недорогие, могу порекомендовать поставить каяпу По 2 тысячи за штуку, очень хорошо держат Так, в принципе, это основные такие проблемы, которые могут часто встретиться А так, в принципе, коробки очень надежные Автомат пятиступенчатый, на роботы идут на хэтчбеках И механика тоже, но там длинные передачи, все-таки автомат Сочетание вот мотора и автомата, вот сейчас мы проверим Очень такие поразительные, то есть, хорошо настроен Автомат с коробкой замечательно себя ведут Так, что еще можно сказать? В принципе, по расходу, по городу, это у нас в пределах 7-8 на механике И до 10 литров на автомате, они достаточно экономичны Вообще, сущность системы FTEC в том, что на малых оборотах, я уже объяснял У нас экономия топлива, на средних оборотах, то есть, у нас получается Максимальный крутящий момент и максимальная мощность на высоких То есть, как будто даже три мотора здесь в одном То есть, мотор, сейчас мы это, естественно, проверим Так, под капотом, в принципе, колодки по 1000 рублей, там, в принципе, страшного, ничего нет Так, у нас, значит, на Сивике стоит независимая задняя подвеска И со временем, то есть, при высокой нагрузке Это частая достаточная проблема Она приседает, может, вы видели, вот старые CR-V, когда едут, они полностью загружены У них колеса, то есть, развал идет отрицательный, то есть, наклонены вот так Вот здесь это не очень дометно Основная их проблема со временем, кружины становятся уже старыми И они приседают, и колеса расходятся в разные стороны То есть, они немножко под углом, и это начинает отрицательный у нас будет развал То есть, изначально он в Сивике отрицательный, но он прям становится таким невыносимо отрицательным И схождение у нас тоже от нормы отходит И, в принципе, возникает проблема жора резины Иногда, может быть, там, полностью севший кузов сожрать за 500 километров у вас резина В общем, это одна из таких проблем Самый бюджетный вариант – это поменять проставки Поставить, значит, их между рычагом и кузовом Или поставить пружины от Сивика АЭС В принципе, там тоже машина немножко поднимется, и все выровняется, да То есть, и все будет, в принципе, цена вопроса максимум 5000 рублей Но можно поставить еще регулируемые рычаги назад То есть, под заднее колесо И уже отрегулировать И, естественно, потом сделать ход-развал Эта проблема исчезнет Так, выезжаем на автомобиле На наш сверхсекретный испытательный полигон То есть, достаточно быстрая трасса С отрогательными дорогами Здесь я испытываю все автомобили Постараюсь это делать, чтобы оценить потом На одной и той же дороге, сравнить с другими Вот, ну вообще в Сивик сидишь То есть, посадка сильно очень настраивает нас на такой боевой лад Мы сидим в полулежачем состоянии Обзорность хорошая По зеркалам, если смотреть Но мы не чувствуем габарит Потому что капот мы в любом случае Зад мы не чувствуем То есть, нужно привыкать Итак, автомат 1.8, 140 лошадей На низких оборотах Вот мы сейчас смотрим Автомат очень не переключается, не резко Но бывает, что после 100 тысяч На Сивиках бывают проблемы Это резкое, еле заметное переключение Там, со второй на третью То есть, ну это страшного ничего нет Это, в принципе, это бывает такой скачок Бывает только на низких оборотах Под газом вы это не почувствуете То есть, это такая характерная особенность Страшного в этом ничего нет Так, значит Подвеска у нас отыгрывает Достаточно зажатая Прекрасно это чувствуется Что да, нас немножко трясет На спокойных оборотах Автомат переключается очень плавно Даже сказать, нежно Видим, чувствуем, что Недостаточно про шумоизолированные арки То есть, у нас идет шум отсюда Но это на уровне То есть, для этого класса это нормально Так, мелкие неровности мы проглатываем Но их ощущаем То есть, подвеска срабатывает Но это не остается для нас бесследно там Незамеченным Вот Автомат, в принципе, хорош Сейчас вот входим в кольцо В спокойном режиме Повторяясь, автомобиль Ест примерно, ну вот, на автомате От 9 до 10 по городу Тут спокойно Ну не в такой, но в общем, побыстрее Так, поворот На, в принципе, беспроблемный автомобиль Независимая подвеска Держит очень хорошо Мы чувствуем, как сейчас задница У нас так хорошо держит И вот Плавное ускорение У нас у автомата есть несколько режимов Обычный, спортивный И на лепестках Спортивный чуть дольше держит передачу То есть, он крутит, в принципе, мотор выше Но, опять же, прямая Автомобиль очень четко держит дорогу Мы чувствуем рулем Мы можем контролировать автомобиль Скорость практически не чувствуется 100 км в час Тут все машины у нас играют Тут и Кольф у нас отыгрывал Так себе, то есть, да? То есть, это нормально Так Пробуем динамику Перевожу ОВС Чтобы у нас никто не въехал И ускорение пошло Вот 7000 4 5 5200 фазы меняется Переключение Очень хорошо едет автомобиль Для автомата Для 1.8 Это очень хороший показатель Очень четкая управляемость Автомобиль буквально вцепляется В прямую И у нас Создается впечатление Очень спортивного Динамичного автомобиля Потому что Все-таки БЭС Когда мы едем У нас автомат держит передачу до конца То есть, вот сейчас все еще держит 4000 оборотов Мы просто сейчас попытаемся Ехать по воротам Автомобиль буквально ввинчивается Даже по внешнему Радиусу мы проходим Шикарно И ускорение 5 6 Вот сейчас 7 7 Докручивает Шикарно Мы можем в принципе Менять лепестками передачу То есть, у нас Усвечивает Вторая Третья Лепестки здесь Весь не беспомощная Потому что Все-таки Мотор Нужно крутить И вручную Он работает Достаточно хорошо Пусть третья Мы выкручиваем Педаль очень напольная Очень длинноходная Газа Опять же Разогнались Держит 4000 оборотов В боевом режиме То есть Моментальное ускорение У нас сейчас Может произойти Подъезжение к повороту Опять же Автомат все еще держит Эту передачу Тут мы можем Чуть Понизить до второй У нас немножко Купешка Двенашка Не справляется Мы уезжаем Чуть легкий снос И ускорение Вторая Выкручиваем Выкручиваем Давай-давай-давай-давай-давай Шесть Шесть Приключаем На 7000 Идеально Вот На скорости 120 Дальше Скорость не буду говорить На высоких скоростях Автомобиль Как плитой Держит дорогу И это Отлично Идеальная Аэродинамика Плюс Многорычажка Зажатая Делает свое дело Но не для таких Дорог Сейчас нас тут Немножко Дряхнет Ну такой Бюджетный Драйверс кар То есть Идеальная Управляемость И разгон Сочетание Просто идеальное Еще бы Я посоветовал Владельцам То есть На автомате Владельцам На автомате Установить Джеттер То есть Ускоритель Электронные педали Чтобы отдыхи Были более четкие В принципе Это можно сделать И динамика Автомобиль Существенно улучшится Так В принципе По салону Все футуристическое Здесь у нас уже Панель у нас Руль Классический Хондовский Здесь у нас Ну все по другому Абсолютно Здесь у нас В центре Тахометр То есть У нас уже Есть намек На гонки Да То есть Такой гоночный стиль Сейчас тут не видно Но электронный Спидометр Там у нас И Так Получше Дворники В разные стороны Все кубиками То есть Температура у нас Кубиками И Уровень топливного Бака Топливный бак Кстати Так странно Сделан В начале Они быстро Исчезают Кубики То есть Как в обычной Машине Первое деление Сечет медленно Здесь Быстро А потом В конце Они более медленно Исчезают Это у нас Одна из самых Максимальных Комплектаций Здесь 4 стеклоподъемника Регулировка Зеркал Вот Регулировка Блокировка Дверей Так Значит Дефлекторы Воздуховода Регулировка Фар Стоит Отключение ВСА Это Система Стабилизации На хондах Да То есть Так Далее У нас здесь Регулировка Яркости Подсветки Руль То есть Как он Как по-спортивному Немножку Туда у нас Войден А так В принципе Все нормально Здесь удобный Хват Все хорошо Приятно Гудок Очень сильный Гудок Здесь стоит Ты наверное Поменял Здесь Да Эти Плофон Нестандартная Панель Уже говорил В принципе Очень четкий Руль Мне он Очень понравился Дефлекторы Дальше Что Магнитола Здесь можно Улучшить Качество Включения Магнитола Я думаю Немногие Владельцы Сивиков Это знают Хотя Может и многие Итак На Выключенной Магнитоле Зажимаем Кнопки 4 и 6 А потом Ее включаем То есть У нас Надпись Дик Загорается Так Далее Отпускаем Нажимаем 4 Вот И выключаем Магнитолу А потом Все Включаем Еще раз Так Сейчас И качество Магнитола Намного Лучше Четче Играет Не знаю С чем Это связано Но Есть такая Фишка На этих Синвитолах Так Климат Контроль Здесь Очень Хороший Стоит Прямо Прямо Один раз Выстил И не Паришься С ним Все Понятно Автомат Я думаю Что Это один Самых Удачных Автоматов То есть То есть Пренд С У нас Идет Вниз А Лебестки У нас Именно Переключаются То есть Руля Плюс Справа Слева Минус Так Далее У нас Идет Ручник Тоже Очень Странная Форма Здесь У нас Маленький Такой Мини Бардачок Прикуриватель Тоже Для мелочей Такой Небольшой Кармашек Пластмассовый Подлокотник Сбежной Вот Ну В принципе Пластик Средний Не дребезжащий Не самый Дорогой Но И не самый Дешевый То есть Дребезжание Не было Замечено По Проблеме Вот эти Вот стойки Чуть нам Мешают Обзорности Вот В принципе Так Обзор Сам по себе Хороший По сторонам Мы легко Видим Но габариты Мы не чувствуем Потому что Мы не видим Края капота Что с перед Что сзади То есть Некоторые Эту проблему Устанавливают Спойлер Например Так Попробую Помещусь Если я сам За собой Сзади Так Упираюсь Но Потому что Сильно У меня Сиденья Откинута Но Немножко Упираюсь То есть Место Вот Видите Да Примерно Чуть Поменьше Сзади В принципе У нас Тут тоже Есть Подлокотник Стеклоподъемники Для задних Пассажиров Так В принципе Места Над головой Достаточно Хочу вам обратить Внимание Что Нижняя Сидушка Достаточно Длинная То есть Это Нам Делать Нашу Посадку Еще Более Удобной Так Багажник У нас То есть Багажник Не самое Большое Достоинство Этого Автомобиля То есть Он Не очень Глубокий Здесь У нас Такая Ниша Дополнительная Полноразмерная Запаска Инструмента Сиденья Естественно Откидываются Назад Отсюда А Ну да А как Все Что А Потом Опять Спятак Длинномера Провозить Можно Так И значит Если Еще раз Посмотреть Какой Можно Подвести Итог При покупке Обратите внимание На гарантию Посмотрите Что там делалось Если Рейка Менялась Это Уже Хорошо Да То есть У нас Проблем С рейкой Не будет По задней Подвеске В принципе От Си Можно Будет Поставить Задние Пружины Либо Тюнячие Рычаги С регулированным Развалом Вот Еще Проблем С этим Автомобилем Я думаю Пока Не проявится Стойки Дешевые Кояба По 2000 Можно поставить Можно стоять Не оригинал Хорошее Масло Рекомендую Да Только Оригинальная 0W20 Хондовская В принципе Не проблемный Автомобиль Один из самых лучших Все таки В этом классе Плюс у нас есть Независимая Подвеска Естественно Задняя Отличная Управляемость Что мы сейчас Проверили Четкий руль В общем По этому Автомобилю Пока у нас Все Далее Мы продолжим Да То есть Рассказывать Об этом сегменте У нас будет Мазда 3 Королла То есть Там разные Замечательные Автомобили Новые Автомобили Естественно Будем продолжать Тазы Немножко Мы разделим Создам Отдельную Группу Для тазов Там будет У нас Все протюнинг Вот Ставьте лайки Подписывайтесь Потому что Дальше Будет еще Интереснее У нас будут Премиальные Автомобили У нас будут С65 АМГ У нас будут Очень дорогие Автомобили На тесте Естественно Видеодлинник Про СРТ8 Я продолжаю Вести Вот 12 Станет еще Быстрее Так что Подписывайтесь Ставьте лайки До встречи Так Итак Всем привет Продолжаем Нашу знаменитую Рубпу Теперь я Стою к вам Лицом Но на самом деле Тестировать Новые автомобили Я буду В старом режиме И в принципе И показывать Здесь тоже У меня камера Будет в руках Но я думаю Бессмысленно Иногда Рассказывать Об автомобиле И тыкать камеры Как бы В него Бессмысла Поэтому Я решил В принципе Рассказать Итак Мне очень часто Зают вопросы То есть Такого рода Ну Человек после таза Пересаживается На седан На иномарку Естественно У него есть 500 тысяч рублей Тире 515 И естественно Хочется что-то Классом выше То есть Не Солярис Не Полу А немножко БУ Так вот Мы можем рассмотреть В этот раз Автомобили С-класса Да То есть Восьмого года То есть У них пробег В среднем Уже за 100 тысяч километров И Как вариант Вообще Все эти машины Делятся С-класса На две группы Первая Это проблемная И очень проблемная И значит К первым группам Относятся автомобили С хорошими двигателями Да То есть В принципе У них нет проблем По двигателю У них нет проблем По автомату Эти двигатели Хорошо переваривают Наше топливо И значит Это Сивик Один из них И они делятся На две группы То есть Это Жесткие пузатерки И обычные мыльницы То есть Сивик Это Жесткая пузатерка Да Но это Один из самых надежных Автомобилей В классе Один из самых надежных Автомобилей В классе И Яркий пример Стандартной мыльницы Это естественно Toyota Corolla Например То есть Там у них уже балка У них более дешевый пластик Они менее резко И разарно управляются Но в принципе Ну более практичны За счет клиренса Там и В общем Всего остального Первая группа Значит Автомобили Это самые лучшие Автомобили в классе У них самая максимальная цена То есть Меньше они теряют На рынке И естественно Легче их продать И у них В основном Существуют проблемы С подвеской С резинками С рычагами То есть Это у любой машины В принципе На нашей российской рынке Это есть У второй группы Автомобилей У них Значит Тоже на две группы Это совсем Конченые ведра И проблемные автомобили С точки зрения двигателя Естественно Их двигатели Не переваривают Наше топливо Нормально Это чекисты Таким образом Значит У них есть Проблемные места Это ТСАи Это Экотеки Да То есть И в принципе Там еще есть ЖДАи Тоже проблемные Автомобили Достаточно Но Достаточно Качественные То есть Но они стоят Чуть дешевле Остальных Вот Следующие Это вообще Конченые ведра Автомобили Которые просто Могут не завестись В один прекрасный момент Ну Такого хлама У нас много Попривозили Из Беларуси Автомобиль Не рассчитан На наш рынок Это И на наше топливо Особенно Это касается Дизельных Автомобилей Так вот Значит Сегодня я расскажу Про самый оптимальный вариант Это Хонда Сиик Восьмого года Цена на такой автомобиль Примерно Валируется Там От 450 До 590 600 Все зависит от комплектации Один единственный двигатель У нас Представлен для этого Автомобиля на рынке В основном Это Автековский 1.8 140 лошадиных сил В принципе Ну машина Если так на нее посмотреть Выглядит очень шикарно Динамично Даже если сравнить Например С другим С новым поколением Силуэт остался тот же Внешний автомобиль Действительно Очень современно выглядит Он актуален На данный момент Несмотря на то Что автомобиль Шел в принципе У нас С шестого года То есть С шестого-седьмого года Это японская сборка Уже с восьмого Пошла Турецкая сборка Ну визуально Прекрасно видно Что это Достаточно низкий автомобиль У него Такой Массивный передний свес И в принципе Видно что Низкая посадка То есть Это из минусов Такие характерные У нас Церкала С повторителями Поворотников Уже То есть У нас На стойках Поносных А так Смотрится машина Очень актуально Особенно в черном свете Этот у нас Автомобиль Конкретно 1.8 На автомате Вот Хэтчбэки Были Но Мне внешне Они вообще Не нравятся Абсолютно Какие-то они Такие Очень странный У них дизайн Так По В принципе По кузовщине Отметить Можно Слабое Лакокрасочное Покрытие Вот в этой зоне В принципе 100 тысяч У нас уже Есть Сколок капот Если естественно 70-80 тысяч То автомобиль Уже Естественно Капот Крашен Вот здесь Даже есть Мягкий Сколок Подкрашенный Немного Видите То есть Здесь в принципе Его целиком Еще не красит Ну Ксенон Это уже Сам Владелец Стайл Вот Ну Самое главное Естественно Это у нас Под капотом Под капот Погода часто Меняется То жарко То холодно Так что Давайте Начнем Итак Значит Про двигатель Двигатель у нас 1.8 Это очень хорошая Часть в этом автомобиле 1.8 Штек Штек Это у нас Система изменения Фаз газораспределения То есть Электроника Регулирует Высоту И время подъема Клапана В зависимости от оборотов Кроме того У нас Установлен Впускной Ресивер Переменной длины То есть На низких оборотах У нас В воздух идет По длинным По трубкам На высоких По коротким Потому что Колебания На низких оборотах Более длинные Вот И они По длинным А на высоких Колебания короткие И поэтому Трубки идут По короткому Пути Значит Далее Плюс Здесь у нас На низких оборотах Впускной клапан Один из впускных клапанов Остается открытым В момент Такта сжатия То есть И потери на сжатии Естественно Мы тоже Избегаем В общем Мотор По сути Очень высокотехнологичный Но достаточно Простой И надежный То есть Цепной Естественно Привод Каждые 8000 Желательно Менять масло И желательно Лить оригинальное Хондовское масло 0W20 Вот И естественно Ну я бы Фильтры Само собой Я бы еще Менял свечи Так Далее значит Еще есть проблема У нас рейка Обычно по гарантии До 100 тысяч В принципе Сивиком В основном Ну многим Не в основном Многим Меняет реально рейки Вот Если этого не произошло То есть Надо Во-первых Внимательно посмотреть Посмотреть рейку Когда вы будете Покупать автомобиль Не кидает ли Нет ли люфта руля Но В худшем случае Оригинальная рейка Стоит около 40 тысяч рублей Не оригинал Там Китай И там Такие Примерные страны От 11 до 15 тысяч рублей Плюс работа По установке Потом еще Проблема Верхняя Левая Опора В принципе Тоже может глючить Опорники Но опорники Лучше менять Вместе со стойками Стойки недорогие Могу порекомендовать Поставить каябу По 2 тысячи за штуку Очень хорошо держат Так В принципе Это основные Такие проблемы Которые могут часто Стреться А так В принципе Коробки очень надежные Автомат Пятиступенчатый На роботы идут На хэтчбеках И механика Тоже Но там длинные передачи Все таки автомат Сочетание Вот мотора И автомата Вот сейчас мы проверим Очень такие Поразительные То есть Хорошо настроен Автомат С коробкой Замечательно себя ведут Так Что еще можно сказать В принципе По расходу По городу Это у нас В пределах 7-8 на механике И до 10 литров На автомате Они достаточно экономичны Вообще Сущность системы В том что На малых оборотах Я уже объяснял У нас Экономия топлива На средних оборотах То есть У нас получается Максимальный крутящий момент И максимальная мощность На высоких То есть Как будто Даже три мотора Здесь в одном То есть Мотор Сейчас мы это Естественно проверим Так Под капотом В принципе Колодки по 1000 рублей Там в принципе Страшного Ничего нет Так У нас значит На Сивике стоит Независимая задняя подвеска И со временем То есть При высокой нагрузке Это частая достаточная проблема Она приседает Может вы видели Вот старые ЦРВ Когда едут Они полностью Загружены У них колеса То есть Развал идет отрицательный То есть Наклонены вот так Вот здесь Это не очень дометно Основная их проблема Со временем Кружины становятся Уже старыми И они приседают И колеса расходятся В разные стороны То есть Они немножко под углом И это начинает Отрицательный у нас Развал То есть Изначально он В Сивике отрицательный Но он прям становится Таким Неуносимо отрицательным И схождение у нас тоже От нормы отходит И в принципе Возникает проблема Жора резины Иногда может быть Там полностью Севший кузов Сожрать за 500 км У вас резина В общем Это одна из таких проблем Самый бюджетный вариант Это поменять Проставки Поставить значит Их Между рычагом И кузовом Или поставить пружины От Сивика АС В принципе Там тоже машина Немножко поднимется И все выровняется Да То есть И все будет В принципе Цена вопроса Максимум 5000 рублей Но можно поставить Еще регулируемые рычаги Назад То есть Под заднее Под заднее колесо И уже отрекулируем И естественно Потом Делать ход развал Это проблема Ищет Так Выезжаем На автомобиле На наш Сверхсекретный Испытательный полигон То есть Достаточно Быстрая трасса С Созвратительными дорогами Здесь я испытываю Все Автомобили Стараюсь это делать Чтобы оценить Потом На одной и той же дороге Сравнить с другими Вот Ну вообще В Сивик сидишь То есть Посадка Сильно очень Настраивает нас На такой Боевой лад Мы сидим В полулежачем Состоянии Обзорность хорошая По зеркалам Если смотреть Но Мы не чувствуем Габарит Потому что капот Мы в любом случае Зад мы не чувствуем То есть Нужно привыкать